Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. В точке касания традиции современного мира в Югре открылся Всемирный конгресс оленеводов. Почему Ханты-Мансийск, Ани-Таёжный или Опертышск? Государственный архив Югры раскрыл тайну происхождения имени окружной столицы. Закончился тёплый февраль, начинается холодный март. Синоптики рассказали, когда в регион придёт тепло. И обо всём подробнее прямо сейчас. На сайте change.org собирают подписи под петиции о присвоении звания Героя России вартовчанину. Игорь Василенко был командиром отряда разведчиков. В первый день спецоперации на Украине его отряд попал под обстрел в СУ. Игорь Василенко погиб под Харьковом 24 февраля. Поступок военнослужащего из Нижневартовска позволил сохранить жизнь разведгруппы. Создатели петиции предлагают присвоить Игорю Василенко звание Героя России посмертно. Документ можно подписать на сайте change.org. Для этого необходимо вписать своё имя и фамилию, а также электронную почту. Если не хотите сказать ничего хорошего, лучше просто промолчать. Общественник и руководитель молодой гвардии в Сургуте Владислав Брылеев попросил граждан воздержаться от негативных высказываний в сторону российских военных, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. По мнению активистов, в данный момент тем, кто находится на передовой, очень нужна поддержка своего народа. Сейчас нужно направить работу не на обсуждение действий вооружённых сил, а на организацию гуманитарной помощи. Это очень важно для самоопределения национального. Теперь мы показали, что где бы ни находились русские, где бы они ни жили, они могут чувствовать себя в безопасности, потому что их защитят, они могут быть спокойны. К сожалению, для этого потребовалось целых 8 лет, чтобы принять это решение. И здесь нужно задать вопрос тем, кто против. Друзья, а почему не тогда, а не в 2014? Почему не позже? Почему именно сейчас? Да потому что уже, собственно, нет других выходов. В поддержку российской армии в соцсетях проходит акция «За мир». Ньюгорчане активно участвуют в ней. Ставят хэштеги «За мир» и «Своих не бросаем». Кроме того, на улицах появился транспорт с буквой «З». Кстати, в Сургуте таким образом поддерживают российских военных, медики, скорые помощи и сотрудники автотранспортного предприятия. Наш корреспондент сегодня вышел на улицы Ханки-Мансийска, чтобы узнать мнение жителей по поводу спецоперации на Украине, а также где они узнают последние новости. Надо этот нацизм на корню уничтожить. Всех этих нацистов, так называемых, неонацистов, истребить. Я смотрю центрального в основном телевидения. Местные новости смотрю. А перепроверяете ли вы потом информацию? У меня нет времени перепроверять. Я, в принципе, доверяю нашим новостям. Я одобряю эту операцию. Сегодня в Ханты-Мансийске открылся седьмой всемирный конгресс оленеводов. Его участники за пять дней работы погрузятся в культурную среду Югры, познакомятся с традиционным образом жизни, языком народов Ханты, манси и ненцев. Кроме того, наш округ представит опыт взаимодействия между недропользователями и коренными жителями. Отмечу, что Югру впервые выбрали в качестве площадки для проведения конгресса. Это связано с высокой оценкой региона в вопросах обеспечения законных интересов, комплексного социально-экономического и культурного развития коренных народов, проживающих на его территории. Важность предстоящего диалога в единых ценностях, в точках соприкосновения двух многовекового и современного. Это развитие традиционных промыслов, решение актуальных проблем в архивосту с учетом современных реалий. На этот раз участниками конгресса стали более ста человек. В Ханты-Мансийск приехали гости из Ямала, Чукотки, Республики Саха и Бурятия. Делегаты смогли услышать игру на национальном инструменте и увидеть, как местные мастерицы создают традиционные изделия. Также участникам форума рассказали о применении телемедицины на территориях традиционного природопользования, познакомили с проектами IT-стойбища и стойбищная школа САД. Но главной целью форума является коммуникация. Функции конгресс несет очень большие и ответственные моменты в жизни оленеводов мира. Почему? Потому что у нас же внутри регионов тоже есть свое правление, свои оленеводы есть. Мы внутри региона вопросы свои решаем, а есть какие-то вопросы, где мы должны решить коллективно. Сегодня в Ханты-Мансийске прошло первое заседание молодежного парламента при Думе Югры. В ходе пленарного заседания активисты из разных муниципалитетов выбрали председателя палаты. Им стал Кирилл Медведев. В общей сложности в новый созыв молодежного парламента вошло 57 человек из 22 муниципалитетов округа. Это уже действующие депутаты, волонтеры и молодые специалисты до 35 лет. С приветственным словом к будущим парламентариям обратились губернатор Югры Наталья Комарова и председатель окружной думы Борис Хохряков. Глава региона отметила, что молодежь всегда принимает активное участие в стратегическом развитии округа и вносит конкретные инициативы, которые меняют жизнь югорчан в лучшую сторону. Считаю новый состав молодежного парламента, которым упомянули сейчас, сбалансированным и с точки зрения территориальной, и тростлевой направленности, политической составляющей и того, что мы называем гражданским обществом. Разносторонний опыт работы в государственных, коммерческих, общественных структурах должен вам помочь? Все больше молодых людей хотят лично участвовать в жизни региона, готовы брать на себя ответственность за будущее, поколения на самом высоком уровне, готовы принимать личное участие в формировании и реализации государственной молодежной политики у нас в Югре. В Сургутском районе водитель ВАЗа устроил ДТП. Так, на автодороге Сургут-Нижневартовск 39-летний водитель отечественного автомобиля превысил допустимую скорость и выехал на полосу встречного движения, после чего не смог справиться с управлением и врезался в автомобиль марки Киа. В результате аварии два пассажира иномарки, а также водители, пассажирка ВАЗа получили травмы. Всего же за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали 6 ДТП, в которых получили травмы 10 человек. Кроме того, полицейские выявили восьмерых водителей в состоянии опьянения. От экспертизы отказались еще один. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 15 человек. Правилами перевозки детей пренебрегли 23. В Югре на основании вердикта присяжных заседателей вынесли приговор убийцы. 17 лет проведет в колонии строгого режима иностранный гражданин за преступление, которое совершил три года назад. Гособвинитель предоставил суду исчерпывающее доказательство, что 13 января 2019 года 37-летний мужчина, чтобы завладеть ювелирными украшениями, совершил разбойное нападение на 57-летнюю сургутянку. Все произошло дома у убитой. Доказано, что злоумышленник применил физическое насилие к жертве, связал ее, а потом задушил проводом от утюга. Чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру. Установили личность подозреваемого через 5 дней под ДНК, которую нашли на теле жертвы. Присяжные заседатели признали преступника незаслуживающим снисхождением. Решением коллегии присяжных заседателей он признан незаслуживающим снисхождением за совершенные преступления. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 8 тысяч рублей заплатит жительница Березовского района за нападение на полицейского. Об этом сообщает Пресс-служба окружного следственного управления СКР. Установлено, что в октябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданка позвонила в полицию с сообщением, что нашла дома подозрительные предметы. А когда к ней прибыл участковый полномоченный, напала на стража порядка. Трижды ударила его рулоном обоев, еще дважды металлическим ковшиком. С учетом возраста злоумышленницы, ей 56 лет, а также ее раскаяния и извинений, суд назначил югорчанке наказание в виде штрафа. В Сургуте выяснили, из-за чего произошла крупная коммунальная авария в середине февраля. Всему виной некачественные работы по установке распределительного коллектора. Напомним, 15 февраля на Тюменском тракте в коллекторе произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Поток быстро заполнил колодец и частично улицу. Для безопасности движения сотрудникам госавтоинспекции пришлось закрыть проезд главной улицы, ведущей из города. После чего ремонтники приступили к устранению аварии. Водовод пришлось временно отключить. Задействовали резервную подачу воды. Уже тогда люди заметили, что у них снизилось качество воды. В Горводоканале сообщили, что всем сделают перерасчет. Нарушены условия подрядчиками. Мы сейчас выясняем, кто из подрядчиков там виноват. И у нас футляр, который они делали, он просел. Но была плохая засыпка. Технически это мы уже подтвердили, что именно из-за этого, из-за плохой засыпки. Чтобы предотвратить еще одно наводнение в Сургуте, на этот раз из-за снега коммунальщики очищают улицы от осадков. Это так называемые противопаводковые мероприятия. В Сургуте в этом году осадков выпало в два раза больше, чем в прошлом. В марте местные власти собираются провести тотальную зачистку междворовых проездов. На балансе города 218 участков, которые необходимо регулярно убирать от снега. Их общая площадь 500 тысяч квадратных метров. Некоторые территории приходится очистить по два раза. В городе, который занимает второе место в России по соотношению машин на душу населения, дорожникам мешает припаркованный транспорт. С проездами во дворах проще. Управляющая компания заранее расклеивает предупреждения. С муниципальными проездами такой способ не всегда работает. В рамках контракта работы по очистке от снега должны проводиться один раз в три дня. И осуществляться вывоз снега в течение шести дней. Кроме того, у нас на содержании есть в рамках отдельного муниципального контракта 49 проездов, имеющих статус без хозяина. Там работы осуществляют антидарные предприятия. Проезды мы в основном делаем днем, потому что ночью они в основном в жилой зоне, поэтому стараемся их днем делать. Но, как видите, не совсем удобно. В мае в Нижнесартымском готовятся сдать в эксплуатацию современную школу. Проект масштабный на 1100 ученических мест. Практически все оборудование и строительные материалы подрядчик успел приобрести до введения санкций. Однако пересмотреть список покупок все равно придется. Нижнесартымский – один из быстро растущих поселений Сургутского района. Отсюда и запрос на дополнительное образовательное учреждение. Действующая школа рассчитана на 950 мест, а по факту в ней числится 2000 человек. С открытием новой площадки в Сартыме решат сразу несколько проблем. Разгрузят старую школу, переведут детей в одну смену и освободят помещение под занятие творчеством. Школа общеобразовательная, которая на 960 мест есть, она также останется. В ней будет 900 детей учиться. А приспособлено помещение, где сегодня у нас обучаются начальные классы. То есть эти классы будут, здания и помещения будут освобождены под уже школу искусства. Четыре спортзала, из которых один для лечебной физкультуры. 25-метровый бассейн на пять дорожек, широкие коридоры. Классы укомплектованы и под все запросы современного образования. Готовность школы уже более 80%. В мае строители планируют завершить работу. На наше счастье, все импортное оборудование, высокотехнологичное, уже на всех объектах поставлено и монтируется. Поэтому речь идет, по сути, про небольшую часть. Это касается пищеблока в основной своей части, это технологическое оборудование. И касается части компьютеров. У Сургутского района большие строительные планы. Социальные объекты возводятся одновременно в разных поселениях. Роль муниципалитета не в том, чтобы раз в квартал приехать, проверить или ленточку перерезать. Сейчас будем подключаться, искать по поставщикам, по производителям этого оборудования в России. В мае планируется сдача объекта, итоговая проверка, с тем, чтобы в сентябре месяце детишки Нижнесартынского пошли уже в новую школу. Сами видели, объект классный, несколько спортивных залов, большой бассейн. Общая стоимость школы в Нижнесартынском более полутора миллиардов рублей. Аналогичная строится в поселке Солнечный. Объекты возводятся в рамках конфессионного соглашения. Более 5000 вартовчан воспользовались услугой больничной дистанционно. Врачи-ковидологи и врачи-терапевты опросили по телефону порядка 3000 вартовчан. Около 1000 обращений поступило в чаты мессенджера WhatsApp. Более 300 сообщений получено в директ официальных аккаунтов учреждения в социальных сетях. На горячую линию поступило около 700 звонков по вопросам листов нетрудоспособности. Такие меры позволили снизить нагрузку на врачей и фельдшеров, а также усилить меры по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, снизился риск заражения сотрудников и пациентов в связи с отсутствием очередей в медучреждении. Напомню, такой формат был введен впервые. Медицинские работники получили право оформлять больничные при ОРВИ и коронавирусе на основании телефонового опроса пациента без посещения поликлиники. При этом очный осмотр отменен не был. В поликлиниках Нижневартовской оперативно заработали ковид-центры, горячая линия и диспетчерская служба для обзвона заболевших. Сейчас эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Нижневартовске постепенно стабилизируется. Мы видим устойчивое снижение количества заболевших людей. Получается, что практически в три раза, если оценивать последнюю неделю января, либо первую неделю февраля и первую неделю марта. Поэтому сейчас актуальность снижается. Мы успеваем уже ко всем пациентам в день их заболевания, в день вызова врача на дом, либо при обращении в фильтрбокс. И кроме того, согласно нормативным документам, порядок действует по 15 марта текущего года. Почему Остяка-Вагульск переименовали в Ханты-Мансийск, а не в Таежный или Опертышск? Государственный архив Югры готовит к окрытию интерактивную выставку одного документа. Это указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 октября 1940 года, благодаря которому наш округ и его столица получили современное название. Архивные работники решили воссоздать это историческое событие с помощью информационных технологий. За процессом наблюдала Наталья Акст. В проекционной комнате Госархива продолжает работать выставка, посвященная 300-летию прокуратуры России и 30-летию прокуратуры Югры. Однако это не мешает специалистам готовить для угорчан новые проекты. Совсем скоро здесь будет демонстрироваться история о том, как Ханты-Мансийск получил свое имя. Точных сведений о том, что именно послужило причиной для смены названия окружного центра и всего национального округа, нет. Возможно, это произошло с подачи советских этнографов, которые предложили использовать этнонимы самоназвания местных народов Ханты-Мансий и Ненцев. Также существует версия, что предложения о переименовании города неоднократно озвучивали местные органы власти. Возможные варианты даже были опубликованы на страницах первой окружной газеты Ханты-Манчи-Шоп-Шой. Названия предлагали самые разные. И новейные революции, это было и название Красный, Новый, Нашмен, Ленин, Северо-Сталин, либо местной особенностью, Таежный, Ханты-Мансийск, Опертышск. Однако осенью 1940 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Остяков-Огульск в итоге был переименован в Ханты-Мансийск. Именно этот документ стал отправной точкой для экспозиции, но ему предшествовал ряд других, которые более детально воссоздают хронологию событий. Также окунуться в прошлое помогут фотографии и видеоматериалы. Как проходит работа по созданию выставки? С чего все начинается? Доставляется сценарный план, где указан текст, соответственно, проекции, на которых должны быть изображены те или иные документы или фотоматериалы. Этот сценарный план передается в IT-службу, которая готовит проекцию. Но до того, как начнется монтаж, мы делаем озвучание текстов. Проекции для будущей выставки специалисты создают в специальной программе, а затем с помощью трех проекторов выводят их на стены. Одно дело, когда ты накидываешь просто сценарий на бумаге, а другое дело, когда ты видишь в программе, видишь на экране. И сочетатели. Да, сочетание, подбор картинок, уже смотришь, что есть, что-то можно убрать, что-то добавить, какие-то варианты, может быть, замены лучшие. То есть у нас IT-специалисты, они еще такие творческие работники, да? Да, потому что тут совместно с отделами использования ведется работа, потому что здесь никак. Они представляют, набирают материал, соответственно, мы этот материал уже сюда в программу загружаем и обрабатываем. Получается, вот три дорожки, это вот первая, вторая. Да, то есть верхняя, это вот левый экран, правая, это нижняя. Можем картинку поставить эстетично, да, чтобы она не менялась, а можем ее поменять, то есть либо какое-то время задать. Также можем размещать здесь видео и какой-то текст, то есть эффекты, допустим. У нас было мероприятие, где была бегущая строка, то есть там, или шкала времени. Выставка одного документа будет запущена 10 марта, в день проведения коллегии окружной службы по делам архивов. А уже 11 и 12 числа Госархив откроет двери для жителей и гостей окружной столицы. Они смогут не только узнать историю переименования Остяково-Гульска в Ханты-Мансийск, но еще увидеть архивы хранилища и научиться создавать семейное древо. Наталья Акст, Александр Шулдиков, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. В Сургуте в апреле стартует рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства, строительство которых запланировано на следующий год. Администрация муниципалитета уже подготовила проекты, которые войдут в список. Всего сургутянам придется выбирать из четырех объектов. Это два сквера, спортивная площадка и территория рядом с Дворцом торжеств. Проголосовать можно на сайте загородсреда.ру. Как рассказали в администрации, в этот раз прорабатываются более детальные эскизы. Кроме того, в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» завершат работы на объектах, отначатых в прошлом сезоне. Речь идет о набережной и пешеходных дорожках в парке Засаймой. Тем, кто будет реализовывать эти проекты, не нужны проблемы, которые у нас возникли. И порой при реализации парки Засаймой пришлось исключать какие-то проекты. Поэтому в этом году пошли по детальным эскизам и картинкам. То есть по парку Засаймой будет представлена сама площадка со всеми элементами. Эту зиму в Югре теперь можно смело назвать снежной и теплой. Среднемесячная температура была от 2 до 6 градусов выше нормы. Также выше нормы были и осадки. Последние две недели выдались у коммунальных служб особенно непростыми. Снег чистили и вывозили в усиленном режиме. Но наслаждаться теплом и прощаться с зимой пока рано. На Югру надвигается похолодание. О том, как в Нижневартовске справились с обильными снегопадами и готовы ли дорожные службы к холоду, расскажет Регина Гауфа. В Нижневартовске на прошлой неделе бушевали снегопады. За три дня выпала половина нормы месячных осадков – больше 7,5 мм. Это при том, что в среднем в феврале обычно выпадает 14-15 мм. В первых числах марта также на город обрушился сильный ветер – до 25 метров в секунду. Порывы повредили 9 флагов, вывешенных к юбилею Нижневартовска. Их заменили уже на следующий день, а вот с осадками разобраться было сложнее. Уличную дорожную сеть за сутки удалось привести в порядок. А вот внутридворовые проезды чистят и сейчас. Потому что в микрорайонах очистка затрудняется, как правило, припаркованной транспортом. Не все жильцы реагируют на объявления. В настоящее время процентов 80 городских дворов расчистены полностью. Снег, как мы с вами видим, тоже изменил структуру. Он стал более рыхлый, более кристаллизуется. И несмотря на очистку практически ежедневную, все равно остаются следы, наносится снег с дорог и так далее. Управляющие компании дорожники сейчас привлекают дополнительные силы для борьбы со снегом. Задействовали полторы сотни единиц техники. Всего с начала зимы на снежный полигон вывезли почти 900 тысяч кубометров осадков. Сейчас эта работа в приоритете. Город готовится к весне. Однако до этого всей Югре предстоит пережить еще одно похолодание. Согласно прогнозам на март. Первая половина месяца по температурному режиму ожидается холодная. Температура воздуха ночью минус 20-25 градусов, местами до минус 30. Днем минус 13-18, местами до минус 23 градусов. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры воздуха. Ночью до минус 8-13, местами до минус 18 градусов. Днем до минус 1-6, в отдельные дни третьей декады оттепили до плюс 5 градусов. Это не повлияет на работу коммунальщиков, коммунальной техники. Также будем в оперативном порядке все устранять. Дорожно-экспортирующими организациями посыпается бескосоляной смесью поверхность проезжей части. Осуществляется патрульная чистка, чтобы измежать образование наледи, уплотненного снежного наката. В целом, в этом году зима, по сообщению метеорологов, была теплой и щедрой насадки. Однако аномалий по температурному режиму не наблюдалось. А вот какой в Югре будет весна, пока что прогнозировать рано. Регина Гауф и Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанцией. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok